Здравствуйте весы! Я хочу сделать в этом месяце, в декабре, для вас кельтский крест. Тоже как бонус, как я делала в прошлом месяце для скорпионов с водолеями. Кельтский крест это универсальный расклад, который может показать абсолютно любую ситуацию для каждого свою какую-то. То есть, либо как будет разворачиваться какая-то определенная ситуация, либо то, что актуально для данного человека, ну, знака весы в этот период жизни. Я подумала над тем, что у вас вышел там вот этот повешенный, перевернутый в кругу семьи, друзей. Опять-таки, это могут быть даже соседи, какие-то такие вот люди, с которыми вы достаточно тесно общались или общаетесь. Там может быть разрыв отношений с кем-то. Ну, даже с друзьями, бывает, конечно, и, надеюсь, не с родственниками. Ну, в общем, понимаете, да? То есть, как будто бы люди расстаются. Причины этого у всех могут быть разные. Но сейчас, в данный момент, я хочу сделать кельтский крест. Он абсолютно универсален. И я просто хочу спросить, что надо знать людям знака весы про декабрь. Поэтому у нас расклад на декабрь. Для весов. Кельтский крест. Весы в декабре. Весы в декабре. Что надо вам знать? О чём нам поведают карты? Центральная тема у нас ложится императрица. Это, если вы женщина весы, это можете быть и вы. И те вопросы, которые связаны с материнством, с любовью, с заботой, с браком. Ну, ваша роль как хозяйки, матери, жены. Для мужчин, может быть, какая-то женщина. Или вообще, в общем и целом, речь может идти о любви, о творчестве. Обо всём том, за что отвечает планета Венера. Красота, искусство. Ну, то есть... Хорошо. Что заботит весов? Что вызывает беспокойство? И, возможно, затруднения? Чтобы просто быть счастливым, любить, творить. Карта Мир. Ну, покуда это астрологически всё-таки соответствует Сатурну, может быть, есть какие-то условно границы, рамки. И чтобы развернуться в полную меру, добиться того, что хочешь, любить так, как хотелось бы, может быть, приходится преодолевать условно какие-то сложности. В том плане, что надо быть дисциплинированней. Это сделать нельзя. Тут надо потрудиться. Тут надо напрячься. Ну, вообще, карты прям, извините, как родов. Когда женщина рожает. Хорошо. О чём думают? Что в голове по поводу этой ситуации? Я потом, когда расклад выложу, я, может быть, ещё приостановлю видео, чтобы проанализировать и посмотреть какие-то другие подробности. Что в голове у весов? В голове у вас как-то уже был дьявол в самонастрое. В каком месяце? В ноябре, что ли? Вот, короче, весы. Я не знаю, о чём вы там думаете. Я буду прояснять этого дьявола. Но по дьяволу у нас мысли интересные, сложные. Уж точно сложные. Уж точно неоднозначные. Дьявол — это князь материального мира. Понятно? И всё, что касается удовольствий, денег, пороков, страстей, желаний, желания хорошо жить и лучше жить, да, где немножечко стираются вот эти вот границы морали общепринятой, да, или то, что как бы считается вот таким каким-то традиционным. Но, в общем, мысли у вас точно нестандартные, скажу я вам, дорогие весы. Сейчас посмотрим, о чём вы думаете. Кто-то может чего-то очень сильно бояться. Вот какое-то, знаете, какие-то... Потому что дьявол же он может как? Он может соблазнять, он может пугать. Поэтому уж в какую сторону вас, мы сейчас проясним попозже. Хорошо. Причина вот этой ситуации может быть какой-то человек, какая-то женщина. Для женщин не исключена соперница. Но в отношениях, то есть если у вашего любимого человека ещё кто-то есть, то есть это может быть соперница, это первый вариант. Если бывшая там жена, девушка, каким-то образом, может быть, из-за неё какие-то проблемы в отношениях, может быть, вы уже думаете, задолбала, ну, по дьяволу достала, там, пытается, допустим, постоянно отвлекать. Ну, если, например, бывшая жена, она с ребёнком, да, то начинает вот вашего мужчину как бы, ну, условно дёргать, что ли. Да, вы можете ревновать по дьяволу, вы можете загоняться на эту тему. Ну, что ещё может быть? Ну, конечно, для кого-то может быть и ваша собственная строгость. Может быть, вы что-то хотите сделать хорошо, и есть какие-то моменты, которые вас не устраивают, а вы хотите это сделать хорошо, лучше. В прошлом, что было в этой ситуации в прошлом, в какой-то момент прошлого? Ну, относительно обозримого. Ваш мечей. Были какие-то не ахти новости? Ну, я всё-таки, знаете, как склоняюсь для некоторых весов, это может быть действительно ситуация, что у вашего любимого человека есть бывшая жена, и особенно с ребёнком, и там что-то ребёнок отчебучивает, и эта женщина там может быть, ну, как она звонит мужу бывшему, ну, там типа, вот, помоги, ты знаешь, тут такие вот эти... То есть такое теоретически может быть. Могла быть плохая новость, могла быть чья-то подозрительность, что-то могло либо вас напрягать, либо кто-то по отношению к вам был такой вот колкий, язвительный. Потому что такой вот не очень хороший мальчик, Паш Мечей, да, он бывает действительно таким вредным, если можно так выразиться. Хорошо. Ну, для некоторых из вас не обязательно, что это, вот, если это бывшая с ребёнком, не обязательно, что там ребёнок плохо что-то делает, ну, какие-то, скажем так, дела, связанные с ребёнком, допустим, там ребёнку надо поступать, там стал вопрос о каких-то документах, ещё что-то, ещё что-то, и вот, значит, ну, я так предполагаю теоретически, то есть по этому раскладу это может быть. Так, хорошо, в ближайшее время у весов, в ближайшее время в этой ситуации, да, вероятно, одни ножи, вот, весы, одни ножи. Туз Мечей, он, конечно, прямой, то есть это может быть как выяснение отношений, прояснение какой-то ситуации через конфликт, что-то такое сказанное человеку, кто-то пытается, ну, как бы усилием воли прорубить окно в Европу, условно. Ну, то есть что-то действительно сказать, узнать, понять, прояснить, решение какое-то, идея какая-то приходит по поводу этой ситуации, ну, идея, как это всё разрешить, как с этим. Но может быть действительно, ну, как выяснение отношений, прояснение ситуации, ну, опять-таки, оно такое, видите, как, достаточно острое, то есть мы уже тут не любименький, хорошенький, мы уже тут это, так разговариваем, ну, не то, что на повышенных, просто мы пытаемся в этом всём навести какой-то порядок. Хорошо, весы сами в этой ситуации, ваше самоощущение, может быть, поведение, самооценка, то есть как вы в этой ситуации, сами весы, весы, так, весы в этой ситуации. Шестёрка кубков. Вам хочется, ну, то есть, покоя, вам хочется радости, вы, в общем-то, ну, как бы добры, нежны, но немножечко наивны в чём-то. Может быть, у вас какие-то такие нежные чувства, и из-за этих нежных чувств, то есть почему вот такая острота ситуации и такие мысли, потому что кому-то хочется вернуть былую радость, нежность, простоту и доверие в отношениях, как это было, допустим, там, несколько месяцев или лет назад, да. Ну, то есть, вы очень мечтательны, скажу я вам, очень мечтательны, чего-то хотите такого приятного. Странно, вот, вам может быть хорошо, и в то же время что-то вам не нравится. Ну, как это я вижу. Потому что в шестёрке кубков мы в таком вот, ну, как, в такой детской беспечности, да, в таких радостях, в таких эмоциях, в таких мыслях, но здесь мысли ого-го. Больше как в чувствах. А мысли-то, конечно, это... Мы сейчас всё будем прояснять, что там, о чём они пытаются сказать. Окружение. Если это расклад на отношения, то партнёр. Или какое-то другое окружение, как бы, что они, как они себя ведут, кто там в окружении, что происходит. Королева кубков. Какая-то женщина. Вероятно, для большинства из вас всё-таки это женщина. Ну, или в общем раскладе, может быть, человек. Человек душевный, человек чуткий, добрый, нежный. То есть, может быть, ну, конечно, может быть, рак, скорпион, рыба, но совершенно не обязательно. То есть, по отношению к вам этот человек, скорее всего, добр, то есть, хорошо относится. Но человек эмоциональный, имеющий такие вот тенденции, там, волноваться, сопереживаться, страдать. Может быть, это, там, мама, подруга, ещё какая-то женщина, да, которая, не знаю, успокаивает вас, потому что вы, с одной стороны, вы можете любить, быть таким доверчивым человеком, да, хотеть чего-то такого доброго и нежного, но мысли, потому что тут вся ситуация настолько вас замучила, мысли у вас всякие разные такие, может быть, она вас успокаивает, типа, не расстраивайся, не расстраивайся, ну, что-то вам такое говорит. Хорошо, ваши надежды или опасения весов. По поводу этой ситуации, так, надежды или опасения весов, по поводу этой ситуации. Вы, может быть, боитесь, что не будет какого-то развития, что-то тормознётся, что на пути к этому развитию, чтобы вот идти дальше, будут какие-то препятствия, которые вам трудно будет преодолеть, понимаете, то есть вы бы не хотели пробуксовок, я бы так сказала, или что не получится, допустим, если это взаимодействие с человеком или людьми, что не получится нормальное сотрудничество, нормальное взаимодействие наладить, будут сложности во взаимопонимании, или что из-за этой ситуации ваш компас собьётся, понимаете, что мне делать дальше, куда мне двигаться дальше, или придётся менять свои планы. Ну и хорошо, к концу декабря. Ой, я надеюсь, больше ножей мы не увидим с вами, да, дорогие весы, потому что, ну, как-то всё так напряжённо. Мечи всегда создают нервозность, всегда создают напряжение интеллектуальное, ментальное, душевное, заставляют нас нервничать, они как бы колки, они же острые. Хорошо, весы, к концу декабря. Как эта ситуация, я уже ближе к Новому году, как она будет выглядеть. У, дорогие весы, ёлки, палки, хоть это, стирай и не записывай. Короче, здесь, конечно же, ой, ну, я так надеялась, что как-то рассосётся что-то здесь. Здесь у нас показывают, это может быть, что угодно, это может быть, что-то небольшое. может быть, ваше разочарование, могут быть какие-то нервы, могут быть какие-то нестыковки. Я бы сказала так, вот, я боюсь, что в этом, вот, в этом раскладе конкретно, то, чего вы боялись, что не получится как-то нормально там, наладить взаимодействие с кем-то, я не знаю, тут какие люди, да, вы лучше знаете свою ситуацию. Я боюсь, что вот это вот вполне может случиться, потому что тройка мечей, это как раз карта несогласованности, нестыковок, даже ссор, раздоров, опять-таки, какой-то вот сердечной боли. На дне колоды у нас семёрка мечей. То ли кто-то пытается отчаянно что-то спасти, выкрутиться из какой-то ситуации, но так же могли раскрыться чьи-то, ну, не совсем хорошие, как бы, планы, может быть, попытка, что ещё могло быть вот теоретически, да, попытка повторить что-то, ну, допустим, украсть там что-то или идею, или вот что-то такое, она не удалась, потому что когда в прямой всё-таки семёрки мечей, ну, это такое вот опаньки, урвали, сорвали, убежали, здесь вот как-то это не получается, но кто-то что-то либо пытался, либо пытается, я не говорю, что вы весы, я не знаю, весы, другой человек, другие люди, тут трудно сказать, вы лучше знаете свою ситуацию, но какая-то вот такая вот хитрая, может быть, манипуляция, она могла не удастся. Так, хорошо. Так, что ещё может быть? Если рабочая ситуация, тоже, нет, вот этот расклад, к сожалению, он выглядит тревожным, потому что тройка мячей нехорошо. Так, сейчас мы будем смотреть в прошлом пажик мячей, который здесь лёг. Зачем я всё это сейчас ещё раз побежаю? я просто смотрю. на расклад, он, конечно, не совсем позитивный, надо как-то это, хочется, чтобы было хорошо, видите, а тут какие-то сложности. Вот, смотрите, если тот разрыв связей, разрыв отношений, который показали в кругу близких, знакомых, людей или друзей, или даже родственников, ну, будем надеяться, что какие-то там соседи просто, ну, в общем, короче, вот здесь может быть разрыв с людьми, с человеком. Так, паж мячей в прошлом, в этой ситуации, паж мячей, могла быть тоже, кстати, ссора по пажу мячей, тоже, либо, говорю, чья-то дерзость, либо кто-то кого-то, ну, как-то вот задел, что ли, так, посмотрим, что к пажу мячей нам показывают, шестерку пентаклей, шестерка пентаклей, вообще карта взаимодействия и попытки помириться, попытки как-то, ну, отрегулировать что-то в ситуации, так, могла быть ссора из-за денег, кто сколько вкладывался, кто что кому должен, это первый вариант, вы лучше знаете свои, как бы, ситуации, ну, то есть, как, когда мы делим, ну, то есть, мы работали, да, вот, вот тебе долю, вот мне долю, понятно, да, каждый что-то заработал, по-честному поделили, вот здесь, на этой почве, могло быть какое-то недоразумение, или кто-то что-то очень колко сказал, или вас что-то задело, или кого-то что-то задело, в общем, здесь такое могло быть, или взаимодействие с человеком было достаточно проблематичным, потому что кто-то здесь вот реально как будто бы дерзил, ну, в общем, вел себя, вел себя немножечко, как сказать, ну, как вот подростки ведут себя, понимаете, такие вот слегка дерзкие, слегка такие, я все знаю, я лучше знаю, ну, то есть, здесь вот такое могло быть, может, у кого-то какие-то вопросы связаны с деньгами на детей, теоретически, конечно, такое могло быть, так, дальше, в голове, вот этот дьявол, о чем вы там думаете таком, так напряженно, так, дьявол, думают у нас, они думают, ну, кто-то думает о мужчине, я не знаю, то ли вы загоняетесь по поводу этого мужчины, то ли вы там для женщины вы хотите этого мужчину, то ли вы хотите его в бараний рог завернуть, но по дьяволу я не знаю, что может так быть, понимаете, я шучу, конечно, но там можно что угодно хотеть, вы же понимаете, что светлых мыслей по дьяволу не бывает, то есть, какие-то загоны, прям, такая зависимость, знаете, я так думаю, что кто-то из весов не проходит и дня, а то и часа, чтобы вы не думали о каком-то человеке, не исключено, что кто-то думает о каких-то, ну, как сказать, государственных, законодательных вещах, может быть, это начальник, если конфликт на работе или какая-то сложная ситуация на работе, может быть, ну, вот разные мысли посещают по поводу этого человека или этой структуры, или этой организации, то есть, ну, там все что угодно можно думать и крыть их разными последними словами, и бояться, и ненавидеть, и думать, вот куплю ружье и сделаю что-нибудь ужасное, понимаете, ну, то есть, дьявол есть дьявол, понимаете, он не бывает простым, но здесь это связано с каким-то императором, что-то вас может, это я, конечно, так преувеличиваю, ружье купить, что-то вас может раздражать очень, понимаете, и действительно, как вот, знаете, как мысль цепляется, и вот она просто, ты ее даже хочешь из головы выкинуть, ты хочешь пытаться, пытаешься думать о чем-то другом, но не выходит, понимаете, оно просто, дьявол же, он не отпускает, он же такой, так, хорошо, боже, давайте я иду, королеву мечей посмотрим, потому что это вот может быть причиной, причиной, что это королева мечей, что она делает, может быть, что с ней связано, но в конце концов, как-то, надо же, королеву мечей, с королем жезлов, может вообще какие-то люди, так, подождите, то есть, смотрите, если это взаимодействие между людьми, там, я бы сказала так, это парочка, может быть, но это парочка, еще те гуси, лапчатые, почему, потому что этот человек, характерный, самодостаточный, может там бизнесменом, может быть таким вот ревнивым, весь такой вот, я-я-я, ну, понятно, и какая-то женщина, которая, тоже палец в рот не клади, это, ну, как теоретически, может быть, злодейка, прям такая, но я уже сказала, для кого-то это соперница, ну, почему, а какой мужчина, может быть, это один и тот же мужчина, о котором вы думаете, но она, наверное, его каким-то образом тогда может задевать, поддевать, потому что королева мечей, тоже, та еще штучка, с ней тоже связываться, она может быть опасной, ну, условно, я имею в виду условно опасной, она может быть очень хитрой, она может при большом-большом желании ситуацию выкрутить так, как она захочет, а кто-то здесь все-таки, я хочу сказать, с одной стороны, вроде любит какого-то человека, ну, по крайней мере, так вот, душа тянется, а с другой стороны, почти ненавидит этого мужика, порошок бы стерла, вот так, мне кажется, еще из этого расклада, вы уж простите, очень много людей, и вы должны понять, что я просто пытаюсь, вот в этом всем, как-то разобраться, может быть, кто-то ушел к бывшей, еще так может быть, и пусть они живут, как-то не очень хорошо, но вас эта ситуация подбешивает, понятно, что вы ревнуете, и все такое, туз мечей, что же там, вот это вот, правда, ясность, разговор, или идея гениальная, просто прям-таки осенит, наших весов, так хорошо, прояснение чего-то, слух может быть, информация, которая дойдет о вас, так, туз мечей, ближайшее время, у весов, пашкубков, да, это какое-то известие, или птичка на хвосте принесет, все-таки, нет, это не, скорее всего, не ваша идея, хотя все может быть, либо сообщение вам придет, какое-то, которое, вероятно, что-то прояснит, либо кто-то вам что-то, ну как, сообщит, скажет, расскажет, и косвенным образом вы что-то для себя поймете через это известие, если кто-то, смотрите, если кто-то, допустим, ну я извинюсь, конечно, такие подробности, если кто-то будет рожать, и, ну как бы, собираются кисарить, то, ну это, конечно, тоже все возможно, ну так-то тройка мечей, это просто что, ну как, понятно, что процедура такая, все равно надо восстанавливаться после этого, да, швы и так далее, побаливать что-то, ну то есть, такой нормальный процесс, шестерка кубков, вот наши весы, такие наивные, мечтательные, чего-то там хотят, какую-то, может, ситуацию вернуть хотят, в прошлом кто-то живет, дорогие весы, шестерка кубков, ой, рыцарь кубков, боже, да у вас там это, вы влюблены, вы прям все, такие романтичные, такие поэтичные, кто-то точно, слушайте, да, здесь может быть как, с одной стороны есть чувства, но есть какие-то вот препятствия для кого-то в виде соперников, соперниц, для кого-то в виде бывших, может, даже если человек с вами, с этой бывшей бесконечно контактирует, не исключено, что из-за детей в очередной раз может быть какая-то песня, опять связанная с ребенком, там надо было деньги на учебу или что-то купить, тут опять какие-то снова здоровые, и у вас уже вот мысли, когда же, например, если мужчина слишком мягкий или она слишком стервозная, извиняюсь, это бывшая, вы можете просто, знаете, вас, ну, такие вопросы, типа, что нельзя быть мужиком, да, что нельзя в конце концов как-то вот там кулаком по столу стукнуть, как-то уже границы какие-то поставить, что вот она не лезла в вашу жизнь, да, ну, у кого-то может быть и так, но то, что вот весы все в кубках, все в эмоциях, все в чувствах, так, хорошо, королева кубков, кто такая в окружении, что она там, это королева кубков, королева кубков, может быть, показывает вашего партнера, что человек вас любит, ну, окружение у вас, я бы сказала, достаточно хорошее, это могут быть люди, которые рады вас видеть, которые вас к себе зовут, в гости, и которые к вам приходят, это вот очень такой, не знаю, как бы дружелюбный, и дружелюбный человек, и родственная душа своего рода, ну, как родственная, человек очень, правда, сострадательный, очень понимающий, и создающий для вас, возможно, какую-то комфортную атмосферу, но все-таки я так думаю, дорогие весы, что это не про того мужчину речь, мне что-то подсказывает, что это другой человек, для большинства все-таки женщина какая-то, может, мама, может, подруга, может, сестра, ну, не знаю, тройка мечей, вот, которая у нас вышла итогом, давайте мы с вами будем смотреть, с чем она выходит, и что за такая вот нестыковки, боль, из-за чего такая боль, то есть, с чем связано вот это ваше переживание, недовольство и так далее, туз жезлов, опять вот, как будто какие-то, то ли вспышки гнева, то ли вспышки ревности, слушайте, они не в вас случают, потому что у вас в голове вот это, вот вас что-то как-то не отпускает уже на второй месяц, вот эта страсть, вот это желание, вот это рвение какое-то, да, может быть, желание что-то сделать, оно вас как прям толкает, толкает, понимаете, а если хоть малейшие какие-то вот, ну, передряги, даже при всем, что кто-то вам там, там, дорогой, дорогая, там, тыры-тыры, пытаются вас успокоить и понять, у вас, у самих, как-то вот душа-недовестия, понимаете, от этих чувств переполняющих, от этих мыслей, назойливых, я бы сказала, я бы сказала назойливых, дорогие весы, потому что дьявол, он назойлив, он правда крепенько держит, и, знаете, как будто вот такой какой-то толчок в спину, смотрите, тузы, тузы, и тузы такие непростые, один острый, другой жгучий, такие импульсы, как будто у вас, какая-то ситуация, вот что в ближайшее время, что потом, как будто вас куда-то подталкивают, ну, пространство подталкивает, может быть, вы видите, что вот есть возможность, да, а что-то там не стыкуется, не срастается, если это взаимодействие с людьми, другие люди себя ведут как-то не так, понимаете, из-за этого не получается так, как хотелось бы, мы друг друга не понимаем, у нас нестыковки, разногласия, да, и от этого, а от того, что кто-то вот рвется, так получается, что у нас вместо взаимодействия может случаться конфликт, что еще около этой тройки мечей, с чем она еще связана, семерка пентаклей перевернутая, вот неполучение должного, желаемого результата, может быть, вы предполагали, ну, как вот, присматривались к чему-то, кому-то, какой-то ситуации, просчитывали, готовили, сделали, вкладывались, что немаловажно, вкладывались, работали над этим, да, а результат неудовлетворительный, короче, здесь надо быть немножко внимательными, если вы понимаете, о чем вам карты говорят, то вы должны быть готовы к тому, что в этой ситуации может быть достаточно непросто получить желаемый результат, могут быть какие-то как сбой и, ну, скажем так, выхлоп по результату может быть неудовлетворяющий вас, это не значит, что он плохой, но вы лично, мы же когда над чем-то работаем, мы же, ну, у нас есть планы, у нас есть ожидания, у нас есть представления, никто же не станет работать, там, закупать материал, вкладываться, сидеть неделями работать, чтобы потом за 3 копейки, даже не окупив себе стоимость, продать, ну, это просто глупо совершенно, да, вот, никто так делать не станет, поэтому, здесь, короче, может быть, как вот, неудовлетворительный результат по итогу, на конец декабря, не надо думать, что это навсегда, и что там, может быть, в середине января, всюду сказочно тут, но здесь что-то все, во-первых, можно поссориться, если что, опять-таки, почему, потому что один, как бы, одна сторона рвется, вот так еще, о чем здесь, вот, если взаимоотношения между людьми, любого рода, там, деловые, личные, смотрите, разбитое сердце, что, люди поругались, люди не поняли друг друга, да, рассорились, один, что-то кому-то, кто-то там сказал, в общем, не срослось, вот так по-простому, почему, вот посмотрите, с одной стороны, лежит туз жезлов, это желание, страсть, влечение, давай там, ну, то есть, такое вот, рвение человека, да, а с другой стороны, тупизм, ну, извиняюсь, я не хочу никого обидеть, но это, такое, знаете, как бы, очень заторможенное что-то, очень заторможенное, такое впечатление, что вообще прям на ручнике, на ручнике, вы знаете, я бы из этой ситуации убрала эмоции, убрала мечтательность, вот, я просто смотрю на этот расклад, да, с учетом того, как получается в итоге, вот посмотрите, ваше состояние, допустим, если это про любовь, ну, это понятно, мы любим, мы хотим, мы счастливы, мы видим этого человека, у нас крылья, там, стихи, музыка, все, понеслось, короче, да, у нас, все, мы влюблены просто, короче, что там говорить, вот, если это работа, вы прям настолько воодушевлены, романтичны, у вас фантазия разгулялась, причем, вы понимаете, я бы, наверное, с учетом таких острых ножичков здесь, я бы такую эмоциональность убрала, я бы включила логику, рационализм, как-то была бы строже в этой ситуации и к себе, и к окружающим, ну, требовательней, что ли, да, логичней, мне кажется, так будет проще найти, я бы убрала эти эмоции лишние, эмоции, фантазии, но, смотрите, у вас в окружении какой-то человек, который может вас, условно, как, может даже поддерживает в ваших начинаниях, и говорит, все получится, вы там рассказываете, что бы вы хотели, какое у вас видение этого, ну, то есть, планы свои, делитесь, радуетесь от души, человек радуется вместе с вами, поддерживает действительно, ну, то есть, взаимодействует с вами, но здесь разные другие обстоятельства, с учетом, что мир, это у нас накладывает порой какие-то ограничения, этот Сатурн, так хорошо, что этот мир может значить, мир, 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 интернет, каким образом он может стать, ну, не то чтобы проблемы, очень много чего-то, такое вот обилие, да, многообразие, чего-то, мир для весов, мир, который здесь лежит на нас, основной, ну, ощущение, честно, что доканывает, додавливает, типа, как Сатурн, я не хочу плохо сказать о Сатурне, но, вот это вот, знаете, когда надо делать, когда надо преодолевать, когда нужна самодисциплина, когда никто тебя не спрашивает, что ты устал, никто не спрашивает, что ты не можешь, когда ты хочешь радости, душевности, праздника, просто любить, а тебя там, извините, меня мучают, разные обстоятельства, это, конечно, изматывает, просто изматывает, поэтому, вот эта вот ситуация, когда мы говорим о любви, да, о любви, или о любимом человеке, или о женщине, или о каком-то творчестве, или о чем-то, что действительно, как бы, очень красиво, это можно брать и развивать, это такое вот нечто сказочное, здесь у кого-то речь прям просто, вот о любви, о вдохновении, о чем-то, что мало того, что оно может вырасти, оно может еще и осчастливить, оно может стать таким вот прекрасным, что не только одного человека осчастливит, а еще много других людей, какая-то радость, радость, счастье и наслаждение жизнью, но обстоятельства, обстоятельства, они вот такие вот давящие, знаете, вот сдавливает, сдавливает, короче, вы должны просто, чтобы вот это вот легче было преодолеть, чтобы не расстраиваться в этом вот слишком, все, убирайте лишние эмоции, попробуйте порассуждать, увидеть ситуацию без фантазий, я не говорю, что вы мечтатели, но есть элемент, ну шесть кубков и рыцарь кубков, дорогие весы, то есть в этих кубках, когда мы находимся, у нас всегда эмоции, фантазия, все бурлит, у нас воображение просто, ну невероятное, Ганс Христиан Андерсон просто в отставку уходит, потому что мы мечтаем так, что ужас просто, и понимаете, а в этой ситуации было бы правильней все-таки включить здравомыслие, рациональность, логику, остроту ума свою весовскую включить, и какую-то вот смелость, и не, ну чтобы вот не сломаться, чтобы выдержать под этим, ну как бы натиском, напором и этими сложностями, которые вас придавливают, и не дают вот вашей вот, творческой натуре, или там любящей натуре, развернуться в полную силу. То есть надо включить дяденьку или тетеньку бизнесмена, человека в меру умного, в меру хитрого, холодного, смелого, и на мелочи какие-то не реагирующего, потому что ваша вот эта ранимость, ваша эмоциональность, ваша мечтательность, они вас просто приведут к этой тройке мечей. А зачем нам это? Правда, весы? Вот. Такой получился расклад. Кому, про какую сферу сказал, я очень затрудняюсь сказать. Я надеюсь, вы поняли, зная свои жизненные ситуации, о чем же здесь у вас. Но здесь, конечно, очень характерно, потому что если вы весы, и у вас в мыслях вот такого нет, потому что я сказала, это прям как загоны какие-то, и связано это либо с мужчиной, важным в вашей жизни, ну кто это может быть, муж, любовник, начальник, отец, боже, руководитель чего-то, государственная власть, вообще в принципе какая-то структура. Может быть, в общем и целом, имеется в виду как служба, ну вот если вы на государственной службе находитесь, да, то есть видите как, оно прям просто въелось в вашу голову. И покуда я говорю, что я помню вот это, что у вас дьявол был в ноябре, видимо, вот это еще может даже оттуда для кого-то тянется. Нам не надо. Я вам желаю прекрасного декабря весы, надеюсь, вы поняли, о какой ситуации вам это сказали. Удачи, во всем любви, пока!